Копался как-то на авито и наткнулся на компьютер, продавался он за 5000 рублей. По составу железа этот компьютер точно должен легко тянуть игры, поколение Xbox 360 вообще без проблем. Однако человек сказал, что компьютер пригоден только для офисной работы и ничего из игр не тянет, кроме чего-то оно прям очень старого, типа сталкера какого-нибудь. Я этот компьютер купил и мне стало интересно, что же там за проблема такая, если этот компьютер не тянет игры хотя бы седьмого консольного поколения, хотя должен. По сути своей, по железу, этот компьютер можно назвать Xbox 720 какой-нибудь. То есть, если бы был Xbox 720, вышедший между Xbox 360 и Xbox One, вот он примерно был бы с таким железом. В общем, сейчас все посмотрим, все обсудим, наливайте кто что любит и начнем. Но сначала хочу поблагодарить всех, кто поддерживает мой канал на Boosty. Большое спасибо всем, кто подписан и всем, кто задает вопросы в донатах там же на Boosty. Отдельное спасибо Андрею, Баттлборгу, Ликвину, Александру Анисимову, Владюлин. Именно благодаря всей этой поддержке я даже в такие тяжелые для мелких каналов времена могу покупать пусть и не современное, но тем не менее интересное железо для тестов. Спасибо. И, ребята, если у вас есть ко мне какие-либо вопросы по поводу сбора ПК, апгрейда и так далее, то можете задавать их мне в личных сообщениях там же на Boosty. Там я вам разложу все по ссылкам, то есть помогу, как смогу, максимально подробный дам ответ и так далее. То есть на Boosty это на самом деле действительно очень удобно, потому что я могу присылать вам в ответ активные ссылки, чего, например, нельзя сделать было раньше на Funtox. В общем, ссылка на мой Boosty есть в описании, если кому надо. Итак, что же там было за железо в этом компьютере? А было там следующее. Процессор AMD Phenom 2X945. Это четырехъядерный процессор с частотой до 3 ГГц в Boosty. Ключевое у этого процессора, несмотря на то, что он выпущен аж в 2009 году, есть кэш L3 объемом 6 МБ. Короче говоря, 945-й фен для середины 2009 года был просто отличным вариантом. И, конечно же, он был значительно круче тех PowerPC, которые использовались в Xbox 360 и PlayStation 3. При этом, как мы помним, в Xbox One, который вышел в 2013 году, и в PlayStation 4 использовался процессор по составу примерно как какой-нибудь А10 сокета FM2. Но были они там восьмиядерные. Суть в том, что в них не было кэша L3. Однако, вместо него есть все равно компенсирующие компоненты в этих приставках. Я к чему. Phenom 2 X945 мог бы оказаться сердцем игровой приставки 2009-2010 года, если бы таковая выходила. И прекрасно бы там себя чувствовал. Теперь материнская плата. Было бы хорошо, если бы этот процессор стоял в материнской плате на сокете AM3+, например. Ну или хотя бы просто AM3. Так как в таком случае здесь была бы поддержка DDR3 памяти. Но нет, материнская плата здесь на сокете AM2. А значит у нас DDR2 память. Продавцом было заявлено 4 ГБ оперативной памяти, чего опять же предостаточно для игр вплоть до 2015 года. Да и сейчас некоторым тоже хватает. Но как я уже сказал, память здесь DDR2, а значит низкая пропускная способность нам тоже обеспечена. И прежде чем мы увидим еще большую проблему, давайте посмотрим на остальные комплектующие. Видеокарта здесь установлена такая. Radeon HD 6670 с 1 ГБ видеопамяти GDDR5. Опять же, эта видеокарта по производительности в 2,3 раза быстрее, чем графическое ядро Xbox 360. Но в 1,7 раза медленнее, чем графическое ядро Xbox One. И если GPU Xbox One рассчитана на разрешение 1600 на 900 в играх, то графическое ядро Radeon HD 6670 рассчитано на разрешение 1366 на 768 в современных каких-то играх. Но при этом, если мы будем играть в игры поколения Xbox 360, то все они практически без проблем будут идти в 1080p, то есть в Full HD настоящем. Ну и накопитель. Здесь установлен обычный магнитный жесткий диск на 500 ГБ со скоростью шпинделя 7200 оборотов в минуту. И теперь о проблемах. Почему же этот компьютер не тянет игры по словам продавца? А вот просто посмотрите сюда. Прямо сейчас поставьте на паузу и напишите, что здесь не так. Написали? Думаю, кто хотел уже написал. Проблема здесь в том, что память установлена двумя модулями по 2 ГБ в один канал. Видимо, человек подумал, что раз слоты памяти выглядят одинаково, ну типа вот два желтеньких, два черненьких, значит память нужно ставить именно вот в одинаковую по цвету слоты. А по факту здесь желтые слоты это первый канал, а черный это второй канал. И чтобы работал двухканальный режим, нужно установить один модуль памяти в один канал, то есть в желтый слот, а второй модуль памяти во второй канал, то есть в черный слот. Только и всего. И так у нас уже заработает двухканальный режим. Потому что DDR2 в одноканале это вообще чертовски медленная память. DDR2 в двухканале она и тут не ахти, скажем так. Ну и конечно же в винде обязательно нужно вручную включить файл подкачки. Это нужно обязательно делать в любом игровом компьютере. Повторяю, в любом. Независимо от того, хоть у вас там 128 гигов оперативки. Файл подкачки должен быть включен вручную. Объем файла подкачки должен составлять не менее объема оперативной памяти. Как минимум по максимальному объему. То есть там есть исходный размер и максимальный. Вот максимальный должен быть не менее объема оперативной памяти. То есть в нашем случае минимум 4 гигабайта. И еще раз. 4 гигабайта, а не 4000 мегабайт, как многие до сих пор делают. Многие до сих пор даже не понимают разницы. Уже полвека компьютер и человек живут вместе. А люди до сих пор не умеют посчитать байты, биты и приставки мега, гига, кила и так далее ко всему этому. В общем 4 гигабайта это не 4000 мегабайт, это 4096 мегабайт. Просто чисто на всякий случай. Третья проблема это кулер процессора. Phenom 2X945 имеет TDP 95 ватт. А здесь стоит кулер от какого-нибудь отлона 65 ваттного скорее всего, который шел с ним в комплекте. То есть очевидно процессор периодически перегревался и сбрасывал частоты. Плюс там еще непонятно как обычно термопаста была. Что-то типа КПТ-8 или еще хуже. В общем для решения проблемы я поставил память правильно. Заменил кулер на более производительный, который был у меня под рукой скажем так. И установил файл подкачки 8 гигабайт. И скажу я вам получился очень неплохой Xbox 720. То есть что-то среднее между Xbox 360 и Xbox One. А теперь давайте посмотрим что он умеет в играх. Запись как обычно на внешнюю карту захвата. У меня это очень стрёмная EasyCapt 284. Она пишет в крайне плохом качестве. Рисует лесенки на краях объектов, которых нет в играх, когда я их тестирую. Плюс всего 30 кадров в секунду пишет. Кстати, если хотите, чтобы качество улучшилось, можете задонатить мне на новую карту захвата. Ну либо смотрите как есть и не жалуйтесь в комментариях. Потому что другой карты у меня к сожалению нет. Мониторинг как обычно MSI Afterburner плюс RTSS. И перед началом теста хочу еще раз напомнить. Потому что я знаю, многие перематывают видео вплоть до тестов. Так вот, если у вас ко мне есть какие-либо вопросы по сборкам ПК, апгрейду, выбору игровых приставок, ноутбуков или даже смартфонов для игр. Вы можете задать их мне на Boosty, если хотите получить подробный письменный ответ. Либо в Donation Alerts, если хотите, чтобы ответ вышел в видео с вопросами и ответами. Так вы и канал поддержите и себе получите полезный ответ. Спасибо. Пожалуйста, не пишите эти вопросы в комментариях. Я на них там не отвечаю. Итак, тесты. Ватман, ассаламу алейкум. Разрешение Full HD, детализация высокая, сглаживание выключено. Все остальное, что можно включить на Radeon, а не на Nvidia, включено. И у нас здесь в среднем 50 FPS, иногда 60, иногда 45. В общем, играть можно совершенно комфортно. Напоминаю, что на Xbox 360 игра идет в 720p и 30 FPS. У нас Full HD и 50-60 FPS, при этом на максимальных настройках, по сути, для Radeon. Гоночный симулятор Setka 2, вышедший в последний год седьмого консольного поколения в 2013. На Xbox 360 игра работает в разрешении 720p. Мы ставим Full HD, настройки графики пресетом высоко и запускаем бенчмарк. И видим, во-первых, просто великолепную графику, а игре 10 лет уже, если что. Но если бы она вышла даже сейчас, никто бы вообще не смог придраться к качеству картинки в этой игре, я считаю. А это еще напоминаю, не максимальные настройки, а только лишь высокие. Конечно, из-за моей стрёмной карты захвата, вы вообще не увидите ту красоту игры, которую видел я, когда записывал этот тест и смотрел у себя на мониторе. Тут уж ничего не поделаешь. У нас тут, как всегда, выше 30 FPS, а точнее от 34 до 50, то есть полный порядок. Можно играть вообще без проблем. И повторяю, это только лишь бенчмарк, в нем всегда FPS ниже, чем в реальной игре. Вот вам пара кадров из реальной игры. На Xbox 360 в разрешении 720p настройки графики в этой игре зашиты средние, а не высокие. И также игра выдает до 30 FPS, а не выше. Metropolitane 2033, опять же Full HD разрешение, 4-х кратная фильтрация, низкие настройки. И у нас тут от 35 до 70 FPS, в зависимости от обстановки, каких-то там дымов, паров и так далее. В среднем 47 можно посчитать. Напомню, что на Xbox 360 игра шла в 720p при 30 FPS на таких же низких настройках. Смертельный комбат Complete Edition, Full HD разрешение, качество текстур высоко, качество теней среднее, 4-х кратная фильтрация. И при таких вводных у нас супер стабильные 60 FPS. На Xbox 360 были средние настройки графики и 720p разрешение, также при 60 FPS. Игра 2022 года, Черепахи-ниндзя, Мстя Шредера. Тут никакие настройки выставить нельзя, игра просто сама подстраивается под разрешение монитора. То есть в моем случае Full HD. И само собой 60 FPS, тут было бы странно, если бы было не так. Играть можно без проблем и с полнейшим комфортом пройти игру. Я напоминаю, что эта игра отлично идет даже на встройках Intel второго поколения. Типа там 3120, i3 какой-нибудь. Даже на нем офигенно эта игра работает. Это хорошо. Да что уж там, даже на старом iMac я ее запускал, у которого графика уровня GT9400 от Nvidia. Даже там эта игра отлично работает. У меня если что есть ролик про iMac. Ну и теперь давайте тройку мировых хитов. Полураспад 2 Complete Edition. Full HD разрешение, максимальные настройки графики. И у нас тут всегда выше 100 FPS. Игра просто летает. На Xbox 360, к слову, есть мод на разблокировку FPS. И игра там выдает 60 FPS на высоких настройках при 720p. Minecraft, Full HD разрешение, качество графики детальное, прорисовка 10 чанков, симуляция 12 чанков. И при таких настройках у нас от 50 до 60 FPS. К слову, в настройках стоит ограничение на 60 FPS. Я увидел это только на монтаже, к сожалению. Возможно у нас где-то были бы и выше 60, но ограничение установлено в самой игре. На Xbox 360 игра идет 720p, выдает 60 FPS, но там меньше чанков симулируется и меньше дальность прорисовки. Настройки графики там также близкие к детальным, как на ПК. Грациозный транспортный Автопилот 5. Full HD разрешение, высокие отражения, мягкие тени, 4-кратная фильтрация. То есть все настройки, кроме разрешения, точно такие же, как на Xbox 360, дошиты в этой же игре. Еще я ограничил FPS на 30 кадрах через Afterburner, чтобы не перегружать конвейер. И поэтому у нас почти всегда 30 FPS с редкими просадками до 27, но на Xbox 360 при 720p и таких же настройках бывают просадки до 22 FPS, причем довольно часто. У нас здесь таких проблем нет, плюс это Full HD разрешение, не забывайте. Ну и давайте еще проверим пару бомж-игр. World of Tanks – это игра, в которую играют миллионы людей, причем играют они в нее в первую очередь потому, что у большинства их древние офисные ноутбуки и системные блоки тупо больше ничего не тянут, а поиграть в онлайне во что-то хочется. И разработчики игры в курсе такого расклада, поэтому в игре есть до сих пор режим упрощенной графики, который позволяет играть в эту игру на любом ведре с микросхемами, как наш сегодняшний компьютер. Итак, стандартная графика, Full HD разрешение безо всякого масштабирования и при стандартных настройках графики все вправо выставлено, все что можно выставить не переходя на улучшенную графику. Я думаю понятно объяснил, потому что не все кто играет в танки понимают о чем я, там есть отдельный пунктик, типа улучшенная графика есть стандартная, так вот на стандартной все при этом полностью вправо. Такие настройки дают нам порядка 70 фпс в среднем, часто бывает и 95, иногда проседает до 58, но в целом все в порядке, никаких там фризов, ничего такого. Любителям этой игры такого компьютера может хватить с головой, если они не гонятся за красивой картинкой, для которой нужно уже совсем другое железо в этой игре. Ну и теперь Warface. HD разрешение, настройки полностью низкие. И в таком режиме, в событии, где толпа игроков, всякие эффекты вокруг, у нас около 55 фпс в среднем. Из-за отсутствия сглаживания, на экране лютейшие лесенки, которые сильно резали мне глаза. Но даже в такой ситуации, я умудрился оказаться в пятерке лидеров. В рейтинговых матчах производительность значительно выше, так как и сами карты меньше и игроков в них всего 10 человек, поэтому здесь у нас уже порядка 85 фпс в среднем. Так что, если вы любитель Warface, и вам нужен был минимальный компьютер для него, то вот это вполне себе вариант. Главное, чтобы глаза к лесенкам привыкли. Либо просто нужен монитор с разрешением ниже, чем в Full HD. К примеру, там какой-нибудь 1366 на 768, и будет нормально, этих лесенок вы просто не будете видеть глазами вообще. Ну что, вот такой компьютер. В целом, человек, конечно, был неправ, что на этом ведерке нельзя во что-либо вообще поиграть. Вполне себе можно. Главное знать, во что можно играть, чтобы как бы не питать надежд. Конечно, никакого киберпанка здесь и близко не будет, было бы глупо на это надеяться. Потому что за 5000 рублей этот вариант, в принципе, гораздо даже интереснее, чем на авито покупать какой-нибудь взломанный Xbox 360. Который, во-первых, ограничен в списке игр рамками своего поколения консольного. Во-вторых, абсолютно все игры у него будут в более низком разрешении и с низким фпс. И в-третьих, ПК это ПК. Здесь вы можете и поработать с текстами, и даже несложные проекты в фотошопе поделать. В данном случае, потому что 4 гига оперативки все-таки дают ограничения. А если докинуть, кстати, еще оперативной памяти, так же 4. Здесь у нас 4 слота, соответственно, можно 8 гигов запихнуть. Даже простенький видеомонтаж можно будет делать. Плюс можно посмотреть кино вообще без проблем. Этот ПК без каких-либо проблем тянет потоковое Full HD видео, как на YouTube, так и на стриминговых киносервисах. В общем, бюджетный Бомж ПК. И поиграть, и посмотреть, и поработать там в каких-то проектах, типа текстов, таблиц и так далее. Напоминаю, у меня уже был ролик про Бомж ПК за 5000 рублей. Там был компьютер на двухъядерном i3-3220 со встроенной графикой. Да, конечно, там было сразу 8 гигабайт оперативной памяти, и там она была DDR3, а не DDR2. Но там из-за слабой встроенной графики поиграть хоть и можно было, но в значительно более ограниченный круг игр. Так что, считаю, сегодняшний вариант пусть в чем-то уступает тому, но более сбалансированный при этой же цене. Спасибо вот этим ребятам за поддержку моего канала подпиской на Boosty. Именно благодаря этой поддержке я в такие непростые для мелких русскоязычных каналов времена могу покупать и тестировать железки для вас. Отдельное спасибо Андрею, Баттлборгу, Ликвину, Александру Анисимову, Владюле. Если у вас также есть желание и возможность поддержать канал для выхода подобных роликов, то подпишитесь на мой Boosty по ссылке в описании. Кстати, в описании я наконец-то обновил таблицу с игровыми сборками ПК. Заглядывайте, если нужно, там сейчас актуальные сборки. Auf Wiedersehen.